В каком возрасте ты поняла, что собираешься заниматься этим видом спорта? Я решила заниматься легкой атлетикой в 11 лет, практически в 12. Мой первый тренер пришел на урок физкультуры, спросила у учительницы физкультуры, кто из детей более активный. Меня в итоге пригласили в секцию по легкой атлетике, и я так стала заниматься. Эльвира, а почему ты выбрала легкую атлетику? Я думаю, что меня затянула группа, в которой я тренировалась, затянул сам процесс, то, что был большой выбор дисциплин, и как-то, наверное, вот так вот. Все закрутилось, завертелось, и я тут осталась. Какой совет ты бы дала девушкам, начинающим заниматься спортом? Я хочу сказать, что самое главное для трудолюбия – это работать, работать и работать. Это очень важно, действительно, потому что ноги опускают в руки, ленятся. Но тренироваться, идти к своей цели, иметь желание и добиваться этого желания – это очень важно. Что ты говоришь себе перед выходом на спортивную арену? Никакой особой остановки у меня нет, я просто стараюсь настраиваться на победу. И вот в единственном случае расскажу, что это был на чемпионате Европы в Берлине, когда мой молодой человек приехал ко мне. На автобусе 20 часов ехал, и я подумала тогда, что или я побеждаю, или я уезжаю ни с чем. Вот это была моя остановка, которая осталась тогда со мной, и я выиграла. Благодаря, думаю, этому тоже. Для победы в соревнованиях нужно очень много трудиться, нужен очень сильный эмоциональный контроль над собой. Ну и, конечно же, это желание, это стремление побеждать. Что заставляет тебя чувствовать себя хорошо на спортивной арене? Назови три пункта. Заплетенные косички – это первое. Второе – это хорошее состояние, безусловно, физическое состояние. И третье – я должна находиться в своей зоне комфорта. То есть это, не знаю, находиться с людьми, которым неприятно находиться, жить там с людьми, которым неприятно жить. И, наверное, все время с кем-то разговаривать. Есть ли у тебя какие-нибудь предсоревновательные ритуалы или особая мотивация? Это моя семья, моя предыдущая семья, моя настоящая семья, моя будущая семья всегда меня мотивирует, и ради нее я стараюсь достигать все больших и больших вершин. Какое у тебя самое лучшее воспоминание? Я, наверное, скажу, что у меня два самых ярких воспоминания. Это чемпионат мира среди юниоров и взрослый чемпионат Европы. Это два таких важных старта для меня, на которых я получила просто массу эмоций и прямо то, что я запомнила и запомню на всю жизнь. В каком новом виде спорта ты бы хотела себя попробовать? Я бы, наверное, занималась баскетболом. Прямо мне нравится этот вид спорта, и я бы, может, попробовала бы себя там. Равняешься ли ты на кого-либо? Меня просто вдохновляют люди, которые, несмотря ни на что, они добиваются чего-то. Или которые просто бегут до последнего метра, даже не могут бежать последними, но я вижу, что человек борется, он выдает всего себя, преодолевает себя для того, чтобы отыграть там эту секунду, долю секунды или там сантиметр. Вот это круто для меня, прям вообще. Меня это вдохновляет. Кто для тебя самый вдохновляющий спортсмен в истории? Вот если прямо сейчас сказать, кто приходит на ум, это, наверное, Усейн Болт. А женщина? Наверное, Салли Пирсон. Что для тебя самое важное на Токио 2020? Показать себя, показать то, что я наработала за долгое время. И в первую очередь снять себе груз ответственности, наверное, который я на себя возложила, и просто показать то, что у меня внутри. Чтобы люди, которые из меня болеют, смотрели и думали, вот мы за эту девочку не просто так там болели, потому что есть за что. Будешь ли ты следить за какими-нибудь новыми видами спорта в Токио в 2021 году? Из новой дисциплины я буду следить за серфингом, потому что мне всегда очень нравился этот вид спорта. Как бы не то, чтобы я прям следила за всеми выступлениями спортсменов на соревнованиях, но мне просто нравится сам процесс, как люди это делают, и я бы сама хотела попробовать в жизни. Чем вкусным балуешь себя после соревнований? После соревнований я стараюсь просто покушать то, что, например, я не кушаю перед ними. То есть это что-то мучное, сладкое. Я это все равно ем перед соревнованиями, но в ограниченном количестве. Уже после соревнований я себе не отказываю в количестве вообще ни в каком. У меня любимая книга есть Джека Лондона «Мартин Иден» и Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». По фильму я так, наверное, сейчас сразу не скажу, но мне нравятся фильмы, которые сняты на реальных историях или биографии. Бывают ли моменты, когда тебя покидает вдохновение? Теряешь веру в себя, в свой путь? Да, конечно же, в любом случае, наверное, как у каждого человека. В какой-то момент я перестую верить в себя. Все это из-за того, что я возлагаю на себя очень большую ответственность. И как бы я думаю, что я могу сделать, показать один результат, но я его не показываю, я разочаровываюсь в себе. Просто нужно отпускать, скидывать себе этот груз и делать то, что получается на данный момент. Что помогает тебе на пути к успеху цели? К моей цели мне помогает и моя семья. Наверное, то, что со мной происходило в детстве, потому что, ну, мое воспитание, так сказать, вот, и мои качества спортивные. Я думаю, то, что там трудолюбие, опять же, тот же эмоциональный самоконтроль, все это помогает мне идти вперед. Какая у тебя мечта? На самом деле, самое главное для меня в жизни – это моя семья. И, наверное, самая большая мечта, которую я бы хотела, это иметь большую семью, иметь большой дом и вот жить в этом большом доме, своей большой семьей. И, да, наверное, вот это вот самая моя большая мечта в жизни. Что ты можешь назвать своим призванием? На данный момент, наверное, это спорт. То, что я нахожусь в спорте, это и есть мое призвание. Потому что как-то с самого детства все шло как-то, можно сказать, преподносилось мне на блюдечке, все давалось очень легко. И мне кажется, спорт, вот именно 100 метров с барьерами – это и есть мое призвание. Мое призвание – преодолевать барьеры и накатывать на финиш. Наверное, даже так.